Греция во всей красе, столичный регион, Афины, так сказать, район Алимас. Вот это эхо, ребята. Декорация к фильму, не версия, так все на самом деле не умер. Это сталкер. Мы переквалифицировались в искателей метро 2033. Это, кстати, тут полная темнота, просто он с камерой ночью хорошо снимает. Расскажите нам, пожалуйста, Виталий, зачем вам базилин с отверткой, что вы будете делать с этой комбинацией? Экипаж яхты Божья коровка в полном составе, покоряет джумбо. Шеф-директор, капитан команды Божьей коровки, почему-то он неправильно, сейчас поменяем. Старший помощник и матрос. Матрос на подхвате из команды Купидитаса Божьей коровкилса. Всем привет, с вами Купидитас. Ну что, сегодня я начинаю свою командировку, как будто странно не звучало. Еду в Грецию для того, чтобы перегнать одну лодку, которую купили наши подписчики, под очень вкусным и интересным названием Буба Мара, что в переводе обозначает Божья коровка. Вот я в аэропорту Тиват, и сейчас я вылетаю в Грецию. Оп, и уже в Греции. Ну что, иду я вот с чемоданом, подхожу к Марине Алимос, буквально остаются считанные метры, и будем знакомиться с лодкой, с экипажем, и вообще строить планы какие-нибудь. Посмотрим, что по документам, посмотрим, вообще посмотрим, что делать. Непонятно. Завтра бы хотелось выйти, но большой вопрос. Посмотрим, как пойдет. Смотрите, это Марину можно видеть в первом нашем видео. Яхтинг в Греции. Прямо, скажем, в разделе небольшом. Чартер называется. Вот. Рядышком с той лодкой, с которой начинали. Интересно, если ее не продали, было бы интересно посмотреть на нее. Как она вообще поживает. Стоит ли, ждет ли, грустит ли без нас. Вот они. Лодочки. Вот, когда-то с этого пирса стартовал наш первый вояж. Непонятно. Непонятно, есть ли наша лодочка еще здесь. Наверное, нет. Там вот офис Кириоколеса, которого мы арендовали, лодку. Вот. Все. Пирсы закончились. Видимо, лодочку успешно или безуспешно продали. А может, она просто в другом месте стоит, как знать. А, вон флот Кириоколеса. Может быть, она там, кстати. Ну, надо будет прогуляться, если будет время посмотреть. Интересно. О, как понатыканы, видите. Грустно. Ну что же, вот потихонечку мы осваиваемся на лодке. Сейчас ждем документов ввиду выходного. Сейчас в Греции происходит чистый понедельник. Ничего не работает. Нам нужно оформить транзит-лог. Потому что документы я привез с собой. Не было возможности оформить все заранее. Сейчас мы потихонечку осваиваемся. Вот такая у нас лодка. Сейчас, поскольку пасмурная погода, решили повесить в бимине. Чтобы, если вдруг пойдет дождик, не сильно он замочил лодку. Вот. И завтра уже будем потихонечку надеяться, что оформят нам документы. И пойдем в сторону Каринского канала. Чтобы уже двигаться, двигаться в Котор. В Котор. Вообще в Черногорию. Там уже в Котор, не в Котор. Будем смотреть. Вот сейчас повесим в бимине. И дальше будем сидеть, нос ковырять. Вот так. Смотрите продолжение в следующей серии. Виталий, главный инструмент яхтсмена вазелин и отвертка. Расскажите нам, пожалуйста, Виталий, зачем вам вазелин с отверткой? Что вы будете делать с этой комбинацией? У нас подтекает люк, и поэтому мы решили подкрутить и подмазать. Ага, чтобы не подтекал. Все как обычно. Пока не подмажешь, дело не пойдет, да? Не поедешь. Так, это люк. Видимо. Хотим подкрутить так, чтобы совсем резьбу сорвало, и все. Итак. Так происходит смазывание резинок. Это практически на ежегодной основе требуется делать. Потому что резиночки подсыхают и перестают герметизировать внутреннее пространство лодки. А вот когда смажешь их аккуратненько, можно вазелином, можно силиконом. Но силиконовую смазку почему-то было нам не найти. Вот месяц где-то Виталий, говорит, бился. Практически. Они даже не понимают, что мы от них хотим. Да. Практически головой об стену бился месяц. Но выяснилось, что смазки силиконовой от них не добиться. Поэтому был выбор невелик. Пошли в аптеку и нивелировали эту проблему покупкой баночки вазелина. Такие временные меры. Потому что силикон еще не закуплен. Всегда, когда яхта новая, покупаешь огромную авоську всего-всего. Но оказывается, что еще большего не достает. Потому что все сразу не предусмотреть. Но зато через год на яхте можно найти просто все. Все, что нужно и не нужно. Все имеется в достатке. У нас пробрались люди с фонариком на лодку с утра пораньше. И ободрали все название с лодки. Сейчас будем клеить новое. Будет Буба Мара. В переводе обозначает не что иное, как Божья коровка. Да? Да. Буба Мара 1. Еден. У тебя же черногорская значит. Буба Мара Еден. Нет, мы с утра цитоны решили понюхать. Прошу, бодрейте. Вот так. Так. Теперь это будет Буба Мара. Он крайне оторвет, сути по линиям. Мы сейчас встаем. Подходит ли? Да. Так, чтобы еще ровно впилить. Вот так вот присваиваются ими лодки. Оп. Надо переотклеить. Чуть-чуть переосмыслить немного. Угу. Угу. Ну что же. Вот оно утро. Утро купидитеса на Буба Маре. Пока я пью кофе. Капитан Схейп. Потому что без кофе никак не начать процесс. Виталий уже вовсю занялся оклейкой лодки. Поклеивает туда название новое. Потому что мы только вчера получили все документы. У греков все быстро делается. Буквально каких-то 10 дней. Вот. И все получили. Транзитлок в этот раз оформляли нам агенты. Благо уже это все включало стоимость. И заняло это буквально быстренько каратенечко. 7 часов. Вот. Вместо привычных нам 15-20 минут. Вот. Немножко сбились с графика. Вчера планировали выход. Но ничего сегодня наверстаем. Потому что вчера мы планировали, что где-то часов в 12 мы в Афинах освободимся. И пойдем. Пойдем сразу до Каринфа точнее. Не сразу. Просто до Каринфа. Там где-нибудь якорь положим. С утра встанем и пойдем дальше в Патры. Но сегодня мы проснулись не возле Каринфа, а в Афинах. Поэтому в 4 утра решили выходить. Выходить сразу же на Каринф. Через Каринф. И на один очень интересный островок. Ну вот. Значит, соответственно, здесь мы стоим под Афинами. Примерно в этом месте. Алимас. Вот так вот выходим. Здесь Каринф канал. Проходим. Вот это было запланировано у нас. Одна из первых стоянок. 47 миль до нее. От нашего места. Но мы пойдем. То есть у нас первая точка возможной остановки. Потом у нас будет вот этот вот остров. Остров Тризония. Он очень популярен среди людей, живущих на яхтах. Поскольку здесь никогда не были. Будет очень интересно с ним познакомиться. То есть общая притяженность. Это еще плюс 40 миль от Киата. И соответственно, вот 87 миль должны преодолеть. Но опять же, да. Будем здесь смотреть. Если лодка покажется хорошо, если прогнозный ветер будет попутным, то может быть мы и сразу же замахнемся на Каринский мост. На Каринский мост и в Патры. Но если этого не случится, то мы сразу с Тризоны следующим утром через Каринский мост и пойдем не иначе, как на Левкас. Тоже еще 82 мили. Там, соответственно, притормозим. Переночуем на Якоре в какой-то из бухт. И, соответственно, будем выходить уже на Корфу. Либо у нас будет запасной аэродром. Это Пакси. Сейчас, соответственно, Корфу. Ну и в районе Корфу здесь огромное количество бухт. На случай, если будет совсем плохо. Ну, не должно быть совсем плохо. В любом случае, долетаем до старого порта. Вам уже теперь знакомого, ребят. Много мы там снимали. И оформляемся. Ждем погоду, точнее. Потом оформляемся. И каких-то 200 милек мы в Черногории. Вот это вот генеральный план. Он, конечно же, будет абсолютно корректироваться. Поэтому следите внимательно сейчас. Прямо сегодня в этом видео обязательно досмотрите его до конца. Потому что мы будем проходить красивейшее место. Это Каринский канал. Его пропускать нельзя. Запрещено. И вполне возможно. Об этом мы узнаем в конце видео. Либо встанем в интереснейшем месте колоритном. Либо еще дополним это Каринским мостом. Если это не случится в этом видео, то в следующем видео обязательно Каринский мост будет. Поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте. И будем путешествовать. Ну что же, погнали. Его складывать вот так? Складывать, складывать, конечно. Так, поднимаем трап, ребят. Видите, какой оп-оп-оп и сложился. Вот так вот потихонечку мы выходим из-за лимаса. Никого не трогаем. За рыбачком держим келеватор. Держимся подальше от камней незнакомых. Не режем углы. Все потихоньку. Капитал, где флаг потерял. Почему лодка без флага идет? Непорядок. Ну вот. Сразу решили выловить тунцов всех, которые остались в Сараническом заливе. Ну что же, наверное, ни черта не видно. Но мы решили соблюсти морскую традицию. И, соответственно, угостить Посейдона коньяком. Чтобы он, так сказать, благоволил нам в походе на Бугамара. Ну что же. Давайте нальем Посейдона. Посейдон. Не подведи нас. Не подведи нас. Чтобы дорога была хорошая. Ну, рассказывайте, ребят, как вам яхтинг? Первый час уже миновал. Уже рассвет близится. Как они ощущения? Прекрасно. Не укачивает. Не укачивает. Главное тепло одеться. Тепло главное одеться. Тунец не клюет. Одно пока у нас. Не клюет, да? А так все хорошо. Лодка быстрая оказывается у нас. Как и обещали продавцы. Не соврали, да? Ждем восхода солнца. Ну, окей. Сейчас будет тогда. И поплёхи туса. Надо раз съесть. Такое прекрасное солнечное утро. Ну, кто нец, не клюет. Но с одно расстройство. А так красота. Ну, что же, мы подходим к Римскому каналу. Первым делом здесь по правому борту мы видим ойл терминал. То есть, какое-то наливное хранилище. Рядом небольшая маринка. Ну, судя по всему, все на берегу стоят. И вот, посмотрите, здесь якорная такая стоянка для больших пароходов. Вот они здесь стоят, грустят. Ждут, пока их наполнят. И они отправятся в заморское путешествие. Ну, или скорее, наверное, опустошат. Потому что, если это какой-нибудь ойл. То, соответственно, вряд ли Афины производят и добывают что-то такое. Поэтому, скорее всего, они сюда привозят товары. Наверное, НПЗ здесь, судя по тому, что трубы всякое такое. Привозят сырье. И потом увозят или не увозят бензин какой-нибудь. Наверное, нет, не увозят, машинами дальше растаскивают. Вот. Вот наша команда УХ. Вот и Каринф на горизонте. Наш президент почетный. Ну, вот и Каринф на горизонте. Наш президент почетный. Наш фотограф. Маничетный. Ваш капитан. Вот расходимся с такой вот газовозом. Ноусмокинг. Воняет газом триндец. Ну что же, вот мы на божьих крылышках нашей коровки долетели до Каринф канала. Вот вдалеке виднеется вход. Сейчас поближе подойдем, покажем. Но уже так впечатляет. Красиво тут. Немножко промышленно, но красиво. И вот на горизонте Каринф. Швартовка. Возле входа в Каринфский канал. Встречающая делегация. А чего у вас вкусного? Видимо, не очень удачная швартовка. Ну вот, в Каринфском канале встречает швартовая команда. Все, сейчас он подтянет последний. Ниточки. И все будет окей. А вот, ребятушки, обратите внимание. Обратите внимание, сам Каринфский канал. Сейчас мы туда пойдем. Выглядит, конечно, издалека очень узко, стрёмно. Ничего. Смотрите, какая вода. Бирюзовая. Бирюзовая. Ну вот, главный матрос. Матроскин, отдай швартовые. Вот, слушается. Все знает. Ну-ка, фу. Смотрите, вот мы зашли оттуда. Мы ничего не запрашивали, потому что здесь никого нет. В общем-то, нет смысла запрашивать. Пришвартовались. Вон, центр управления полетами. Здесь, обратите внимание, если что, если требуется, есть дизель. Есть дизель. И можно заправлять его. Вот. Такая стояночка. И вот в этот белый домик, скорее всего, получается, или вот в этот белый домик, надо пройти на оплату. На оплату. Сейчас вот Виталий, шеф-командер, соберет документы, соберет волю в кулак. И мы пойдем. За деньги тебе. Вот здесь, оказывается, центр управления полетами. Заходить. Беларусь. Беларусь. И Руссия. И Руссия. Руссия. Дабл сейл. Крисион ортодокс или нет? Крисиан ортодокс. Крисиан. Крисиан. Вы украшаете футболль в Беларусь? Что? Футболльное команде. Футболльное команде. Беларусь. Это Руссия. Руссия. Я из Санкт-Петербурга. Зенит. 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 Знаете о Зенит? Я из Санкт-Петербурга. Я из Санкт-Петербурга. Я из Санкт-Петербурга. Штуками. Вот. Отошли от причала. И сейчас направляемся в сторону уже канала непосредственно. Горит зелененький. Горит зелененький. И сейчас мы будем заходить в это чудо. Не представляю, как вот на сухогрузе, сколько потов, сколько калорий сжигает капитан, когда идет вот по этой узкости. И сейчас мы будем заходить в это чудо.